Большой дружный коллектив. Хоть и работают в разных городах и селах, в любых сложных ситуациях они готовы объединиться. Ветеринары не только лечат собак и кошек, но и следят за качеством мясной продукции, поступающей на рынки городов и сел. Работа такая, быть всегда на чеку. Иначе возникнет угроза для жизни не только животных, но и людей. Сегодня их заслуги поощрили подарками. От грамот, дипломов, медалей и нагрудных знаков до нового оборудования для работы и автомобиля от правительства республики. Это компьютеры для того, чтобы с нового года ветеринары перешли на электронный документооборот. Именно вы, патриоты своей работы, именно вы, люди, которые действительно, профессия ваша является действительно достаточно гуманной, достаточно доброй. Именно через здоровье животных и здоровье нации нашей действительно сохраняется. Поэтому еще раз с праздником от всей души. В этом году ветеринары приступили к реализации программы по гуманному отношению к братьям нашим менеджим. В очередной раз победили вспышку АЧС. В скорых планах отлов и стерилизация 7,5 тысяч безнадзорных животных. А среди проблем ветеринарии – кадровый голод. Мы нуждаемся в специалистах, ветеринарных врачах. К сожалению, те задачи, которые ставятся каждый год, они возрастают, а количество специалистов увеличивается очень медленно. Но ситуация под полным контролем, и мы пока обеспечиваем, и мы способны обеспечить ее дальше. Тем не менее, молодые специалисты все равно есть, хоть их и не так много. К примеру, Иван – ветеринар, врач-эпизоатолог. В праздничный день он выполняет свои обязанности, дарит животным заботу. Сегодня на прием привезли двухлетнего Буча. Он очень добрый. Вообще, все говорят, что это злые собаки. Но я считаю, что зависит от воспитания. Как бы мы воспитали, он добрый у нас, любит детей. Дети на нем буквально катаются. Всегда обращаюсь к ветеринарам, и вот обращаюсь сюда, в эту клинику. Здесь очень хорошие работники. Работа ветеринара требует большого терпения. Ведь случается, что на прием приводят и приносят экзотических животных. Это рептилии, амурские тигры, орлы-могильники, попугаи, жако. Делится опытом с нами молодой специалист. Прежде всего, нужно находить подход с владельцами животных. Потому что, если животное не слушает своего владельца, то оно не будет слушать ветеринарного врача. А если животное находит общий язык с владельцем, тогда и мы стараемся найти. В своей работе Ивану нравится достигать определенных результатов. Будь то операция или штатное чипирование животного, прививка или осмотр четверолапого, либо крылатого пациента. Ветеринар относится к работе ответственно. Ведь от него зависят жизни и здоровье друзей человека. Тарас Бризицкий, Евгений Стариков с Кургановостей и ТВ.